Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы отвечаем на присланный нам вопрос. «Что делать? Не могу любить сектантов и по-братски относиться к ним». Прежде всего, мы, отвечая, будем опираться на текст 2-й к Фессалоникийцам, 3-я глава, 14-й и 15-й стих и другие места Писания и некоторые высказывания Отцов Церкви. Действительно, бывает так, что вокруг нас на работе, по месту учебы или просто на одной лестничной площадке, в одном подъезде с нами могут жить, находиться, работать люди, которые не принадлежат к нашей вере. И этот вопрос актуален особенно к тем, которые несут миссионерское послушание на приходе, в епархии, в Церкви. Давайте посмотрим, что пишет апостол Павел, 2-е послание к Фессалоникийцам, 3-я глава, 14-й и 15-й стих. «Если же кто не послушает слово нашего в всем послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Здесь речь идет о очень серьезном, об очень серьезном религиозном заблуждении. Люди, какие-то люди не признавали авторитет апостольских посланий. И Павел здесь так и пишет, «Если же кто не послушает слово нашего в всем послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним». То есть он как бы отлучается от общения, чтобы устыдить его. Любое наказание в Церкви имеет целью не мщения, а исправления. «Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Я прямо могу сказать, что если брать известные мне псевдо-христианские секты, то все, в общем-то, признают апостольские послания. Была одна очень экзотическая такая секта. Ильинцы, иеговисты ильинцы, это не свидетели Иеговы, это русская такая секта была. Вот там не признавали апостольских посланий, там признавали только откровение на Богослово и только в переводе штабс-капитана артиллерии, вот того самого Ильина, который создал это движение. Поэтому человек, который не признает апостольского свидетельства, бросает вызов вере Нового Завета. Как Христос говорил, не принимающий вас не принимает меня. Однако, Павел говорит, ну не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. А как нам это понять? Спятитель Иоанн Златоуст дает совет, как надо обличать упорного еретика. Послушаем. Без ненависти, без отвращения, без преследования, но оказывая искреннюю и истинную любовь к нему. Ибо тот, кого ты решился предать анафеме, или живет и существует еще в этой смертной жизни, или уже умер. Если он существует, то ты поступаешь нечестиво, отлучая того, кто еще находится в неопределенном состоянии и может обратиться от зла к добру. А если он умер, то тем более. Почему? Потому что он своему Господе вистоит или падает, не находясь более под властью человеческой. Конец цитаты. А вот что святитель Иоанн писал о поспешных анафемах, о поспешных проклятиях. Но кто ты, присвояющий себе такую власть и великую силу, тогда, то есть, когда будет страшный суд, сядет Сын Божий и поставит овцы одесную, а козлища ошую. Почему же ты присвояешь себе такую честь, которой удостоены только сом апостолов и истинные и во всем точные их преемники, исполненные благодати и силы? И они, строго соблюдая заповеди, отлучали еретика от церкви, как бы исторгая этим у себя правый глаз, чем доказывается их великое сострадание и соболезнование, как бы при отъятии, то есть, как бы при ампутации поврежденного члена. Посему и Христос назвал это исторжением правого глаза, выражая сожаления отлучающих. Объясняя тяжесть этого слова, анафема, он употребил такое сравнение, как облегшие себя в царскую багреницу простолюдин, и сам и его сообщники предаются смерти, как тираны. Так говорит он, имеется в виду апостол, и злоупотребляющие определением Господнем, и предающие человека церковной анафеме, раньше страшного суда, подвергают себя совершенной погибели, присвояя себе достоинство Сына Божия. Вот здесь апостол Туха Святаго, как иногда называют Златоуста, он призывает нас не предвосхищать окончательный суд, не вносить никому окончательное решение. Да, мы можем прекратить общение с кем-то, да, мы не молимся с людьми других вер, да, мы не должны впадать в какую-то зависимость от них, но мы призываемся и к этим людям относиться с неким вниманием, я бы даже сказал, с сердечным вниманием. Собственно говоря, отношение к инаковости, к любой инаковости, это и есть отличительная черта христиан от нехристиан. И когда мы открываем Евангелие от Матфея, 5 глава, 47-48 стих, здесь мы находим слова, «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Действительно, язычники любят язычников, идолопоклонники любят идолопоклонников. Христианство выше мясничкового отношения к любой инаковости. Христос говорит, «Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный». А в чем совершенство Отца Небесного? Оно, как раз, и заключается в том, что Он одинаково хорошо относится ко всему творению. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45-46 стих. «Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и на неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» И еще сказано в Матфеи, 5, 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас». «Ты говоришь, что еретики ненавидят православие, Христос говорит, любите врагов. Ты говоришь, они нас проклинают, Христос говорит, благословляйте проклинающих. Ты говоришь, они гонят нас, обижают, Христос говорит, молитесь за обижающих». И выше также в Нагорной проповеди мы находим слова, которые помогают нам осознать, что христианство – это иное отношение к инаковости. Это не товарно-рыночное отношение, как в юдаизме, люблю-любящих, ненавижу-ненавидящих. Это божественное, бесстрастное отношение, одинаково хорошее. Пятая глава, 38 по 43 стих. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, – восклицает Христос, – а я говорю вам, – не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? – люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А что взамен вот этого? Он нам предлагает. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Конечно, может возникнуть резонный вопрос, а в каком случае мы должны как-то оборонять себя от натиска еретиков. Есть церковное правило Крафагенского собора о том, если они захватывают наши храмы, если они врываются в наши жилища, если они нападают на наших священников. Правда, на территории Российской Федерации ни одна секта ни в чем таком не замечена. Но даже в таком случае мы должны обращаться к светской власти и просить их защитить наши храмы, наши дома. Очень внимательно надо использовать каноны Церкви, очень вдумчиво читать заповеди Святого Евангелия, чтобы не превратить православное исповедание во что-то противоположное любви Христовой, то, что Духа Христова не имеет. А как сказано, кто Духа Христова, то есть Духа любви не имеет, тот и не его. И мы, нормальные православные христиане, каждое утро с любовью молимся о заблудших. В утреннем правиле есть слова, отступившие от веры православной, погибельными ересми ослепленные, светом Твоего познания просвети и к святей Твоей Соборной Апостольской Церкви прийти. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok